Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Сегодняшняя наша тема посвящена беременности, родам и послеродовому периоду. Сегодня у нас в студии Наталья Геннадьевна Кузнецова, это директор перинатального центра «Мама» Ульяновской областной клинической больницы имени Юрия Фуловича Горячего. Здравствуйте, Наталья Геннадьевна! Здравствуйте! Наталья Геннадьевна, ну мой первый вопрос. Давайте просто расскажите для начала о перинатальном центре, который вы возглавляете, и как вообще люди к вам поступают? Перинатальный центр был построен по программе строительства перинатальных центров. Наш введен в действие, работает он с марта 2018 года, если быть точным, с 4 марта, когда поступила первая пациентка. У нас есть приказ по маршрутизации, мы оказываем помощь всем беременным, родильницам и роженицам, которые имеют какую-то патологию со стороны беременности, со стороны плода, плодного яйца. Это пороки новорожденных, которые диагностированы внутриутробно, это гемолитическая болезнь плода новорожденного, то есть резус конфликтной беременности, это проблема с вынашиванием, женщины, которые имеют осложненный анамнез, не могут забеременеть, это беременность индуцированной ЭКО, беременность, осложняющаяся многоводие, недонашивание. Почему? Потому что наш перинатальный центр не зря построен при детско-областной клинической больнице, где есть все специалисты детского профиля. Это было задумано для того, чтобы можно было своевременно, быстро и качественно оказать помощь новорожденному, не прибегая к перегоспитализации. То есть такая преемственность, да? Поступили, родили и тут же лечим новорожденного. Ну, преемственность, да, так совершенно верно и называется. Также к нам поступают женщины с прикрепленных территорий, это Ленинский и Засвияжский район города Ульяновска, это Нижняя терраса, сейчас ведется диалог о том, чтобы, может быть, мы заберем железнодорожный район и верхнюю террасу, но пока это все на уровне обсуждений. И также несколько районов области, Майна, Сурский район, Ульяновский район, Чертоклы относятся к нам. Ну, в принципе, вы справитесь, да, если будет больше даже охвата? Наш перинатальный центр был заложен на 3,5 тысячи в год, поэтому мы, в принципе, должны справиться. Наталья Геннадьевна, а вот кто из пациенток может попасть вообще, так скажем, в клинико-диагностическое отделение вашего центра? Ну, собственно, все те же беременные, которые не нуждаются в госпитализации, но нуждаются в консультировании. Это женщины, которые планируют беременность, имея в анамнезе невынашивание, проблемы с вынашиванием беременности. Это женщины к нам поступают, мы, собственно, даже сами своих пациенток направляем, которые у нас уже рожали, но имели неудачные завершения беременности, тяжелые роды, осложнение беременности определенное, недонашивание, когда ребенок родился глубоко недоношенным, ну или вообще печальная потеря беременности. Также поступают женщины со всеми проблемами патологии плодного яйца, то есть синдром задержки развития плода, это пороки врожденные, многоводие, иммуноконфликтная беременность, все поступает к нам. То есть вы проходите диагностики в женских консультациях, получается? Да, и они направляют через электронную запись, женщина сама записывается, либо ее записывает, акушерка участковая, и также женщины могут записаться к нам по телефону сами. Ну, тогда, ну я знаю, что вы точно знаете такую статистику, да, рождение ребятишек, ну вот я тоже знаю, что примерно за год где-то около трех тысяч детей у нас рождается. Чуть поменьше. Ну, чуть поменьше, может, да? Сколько в перинатальном центре мамы родилось ребятишек за тот период, который он существует? Ну, с момента ввода в действие у нас на сегодняшний день, вот, наверное, завтра будет, нам чуть-чуть не хватает до 12 тысяч. Ох, молодцы какие-то. Вот, нам чуть-чуть не хватает, чуть-чуть до 12 тысяч, у нас 6300 родилось мальчиков и 5700 девочек. Ну, вы можете больше, да? Да, мы можем и больше. И за год за это уже полторы тысячи родили деточек. Наталья Геннадь, ну вот сейчас вот возраст деторождения, да, он все более, как бы, приближается так к 30 годам, уверенно, да, шагает. Ну, вот, ну, в среднем где-то это 27-28 лет. Вот, как вы относитесь к тому, что вот, ну, есть такое понятие отсроченная как-то беременность, да, или отложенная беременность, да? Вот есть такое понятие, да? И как вы к этому относитесь? Ну, нормально отношусь, я ведь не на облаке живу. Реалии нашей жизни таковы, что прежде чем создать семью, надо какую-то базис создать. И люди, которые относятся разумно к беременности, к продолжению рода, они, собственно, так и поступают. Хотя, ну, это философский вопрос, когда у кого-то ранний брак и все хорошо, у кого-то поздний брак и что-то не особо удачное. Поэтому тут не может быть однозначного ответа, но это совершенно нормальное явление. Есть такие, да, женщины, которые, да, действительно у нас первородящие немножко стали чуть постарше. А вот понятие все-таки вот старородящие, да, оно же было и раньше? Не было такого понятия. Не было понятия? Было понятие возрастное первородящие. А, возрастное. Ну, это и правильно, потому что такое понятие какое-то не очень, да? Старородящие, но оно грубое, некрасивое совершенно. А все-таки, Наталья Геннадьевна, после 30 лет нужно какое-то вот особое отношение к таким пациенткам? Ну, понимаете, понятие после 30 лет, оно очень такое растяжимое. Почему? Потому что это может быть юная, молодая, красивая девочка, которая в 29, которая закончила университет, устроилась на работу, проработала 3-4 года, вышла замуж 29 лет. Там 2 года они с мужем что-то попланировали, в 31 год она пришла рожать. Она же старше 30 лет. Она совершенно здоровая, просто у нее такая жизненная позиция. Это может быть и ближе к 50 годам, есть и такие первородящие, которым за 40 хорошо. И это может быть женщина или пара, которая уже лет 15 ходит по врачам, пытаясь забеременеть или выносить беременность. То есть очень большой пласт. Их надо различать. То есть есть подготовка к беременности женщин здоровых и подготовка все-таки женщин, которые имеют репродуктивные или какие-то иные проблемы со здоровьем. Ну, раз уж мы начали говорить, вы сказали партнерские слова, я хочу к этому сейчас обратить ваше внимание. Партнерские роды есть такое понятие? И вообще кто может навещать, и кто может присутствовать при родах, например, и навещать в дальнейшем маму, ну вашем перенателенном центре, маму, ребенка, кто может это делать? Тут немножко две позиции. То есть партнерские роды есть, они нам гарантированы, собственный ВОЗ у нас декларирует, что упор должен быть на партнерские роды. Почему? Потому что семейная пара должна проходить, если таково желание пары. Это путь вместе. Говорят, скрепляет отношения. И если пару это устраивает, если пара это желает, то, соответственно, партнерские роды, это роды, когда рожает мама и присутствует отец-ребенка. Ну, муж он или не муж, это уже другое. Другое, мы это опустим. Вот, отец-ребенка. И мы на это идем. Ну, у нас был большой перерыв. Эта идея востребована много. Женщина хочет рожать ребенка вместе с партнером. В нашем перенатальном центре мы придерживаемся версии только отец-ребенка. То есть другие какие-то сторонние лица мы не практикуем такого. То есть там до Оула, еще кто-то нет. Вот. В принципе, все очень просто. Во-первых, они записываются на консультирование. Консультирование провожу я, как акушер-гинеколог. То есть это наличие патологии, наличие там каких-то осложняющих моментов, отягощающих. У нас проводят консультирование уже пары непосредственно психолог. Возможно ли участие мужа, отца-ребенка в родах. То есть будет ли он помощником женщине в родах, не будет ли он натягивать на себя внимание. Вообще готов он психологически, не окажет ли на него это какое-то воздействие. То есть согласен с двух сторон, да? С двух сторон. То есть они может быть и согласны, может быть даже на мужчину хорошо давить иногда просто бывает. Иногда даже полезно. Да, иногда даже полезно. Вопрос, насколько он готов к этому. Это все-таки тоже достаточно серьезная работа. Дает разрешение психолог. И человек должен сдать анализ флюорографии на отсутствие туберкулеза. И в общем, учитывая реалии нашей жизни, мазочек на ковид. Он приходит к нам в перинатальный центр вместе с женщиной, когда у нее схватки. И мы, собственно, санитарную одежду мы выделяем, ну, осматриваем кожу слизистой, отсутствие вирусных заболеваний, гнойничковых заболеваний кожи. И, пожалуйста, можно присутствовать при родах. Это что касается партнерских родов. Наличие именно сервисных комфортных палат. То есть посещение, там, где мама лежит одна, там, где у нее более комфортная палата. Это сервисные услуги. Такое у нас тоже есть. То есть и эта услуга востребована. Они могут между собой сочетаться, они могут между собой не сочетаться. То есть могут быть партнерские роды без сервисных палат. То есть на родах присутствовал, все ушел. И может, допустим, пара выбрать себе комфортные условия. Тоже, пожалуйста, возможно. Наталья Геннадьевна, а вот как вы относитесь к такому бренду сейчас современному? Ну, я вот, например, как доктор, вот всегда был против, к противникам этого, да? Вот понятие домашней роды, то есть домашних условий. Вы как доктор, как к этому относитесь? Крайне негативно. Крайне негативно. Надо понимать, что, ну, модно это хорошо, но там, где они практикуются, это не от богатства, это от бедности. Наше государство все-таки тратит достаточное количество денег, чтобы женщина могла родить с минимальной медицинской помощью. А если брать наш перинатальный центр, то, я бы сказала, с максимальной медицинской помощью. Мы прекрасно знаем наше расстояние, наши дороги. Даже в условиях города, вот, пожалуйста, левый берег, правый мост, может случиться. Минуты решают многое. Когда речь идет о жизни, это недопустимо. То есть я все время говорю, ну, на лысый резень тоже можно ездить, да? Можно даже доехать до места назначения, а можно не доехать. Поэтому лучше не играться с этими вещами. Что ж такое яркое сравнение, вполне оно допустимо. Наталья Геннадь, скажи, пожалуйста, а вот когда принимается решение, какие именно, ну, процесс родов, да, как его проводить? То есть, ну, я имею в виду о кесарем сечении. Когда принимается решение, что нужно провести вот именно кесарем сечении? И насколько это вот актуальна тема в вашем перинатальном центре? Насколько это часто происходит? Я понимаю, что там есть показания, да? То есть есть стандарты определенные, но все-таки вот. Эта тема, она актуальна с тех пор, как существует акушерство. Потому что, если на заре времен подискали способы облегчить роды и получить, ну, живую, скажем так, еще тогда живую женщину и не травмированного ребенка или минимально здорового, то к какому-то моменту, это, наверное, ну, наверное, уже к концу 90-х годов пришло понимание, может быть, к началу, что кесарев сечения — это не панацея. Это операция, которая имеет серьезные показания. И самое главное, то есть это, наверное, основное акушерское искусство — определить необходимое и достаточное. То есть тогда, когда сделать кесарев сечения, тогда, когда оно нужно, и не делать тогда, когда не нужно. В России у нас нет кесарев сечения по желанию такого, к счастью. Но, тем не менее, процент периодически растет. Мы стараемся держаться. У нас хороший процент кесарев сечения, он как раз минимальный достаточно. Мы не переходим за 30%. У нас по результатам полугода 27,5% уровня оперативной активности в плане кесарев сечения. Ну, то есть мы знаем, что показания бывают плановые и экстренные. То есть либо женщина уже идет и знает, что мы ее будем оперировать. В принципе, таких вот абсолютных показаний их немного. Это выраженная степень узкого таза, предлежание детского места, плацента, когда плацента располагается непосредственно на пути шествия плода, если так можно сказать. Ну, еще ряд показаний. В родах кровотечение внутреннее, то, что называется, преждевременно отстойка нормальной, расположенной плацента. А также все ситуации, когда оперативное родозрешение предпочтительнее для именно сохранения жизни, здоровья плода, когда роды существенно ухудшат здоровье матери и ребенка. Их не очень много. Также мы к операции можем перейти в процессе родов, когда мы понимаем, что роды дальше не идут или какие-то возникли осложнения со стороны матери или со стороны ребенка. Естественно, мы переходим к оперативному родоразрешению. Наталья Геннадьевна, понятно, что медицина движется вперед и здравоохранение развивается. В любом случае, десятилетия прошли. Скажите, пожалуйста, в плане беременности, в плане родоразрешения какие-то современные медицинские технологии применяются или все-таки все на том же уровне? Или все-таки идут какие-то шаги вперед? Акушерство – это, конечно, самое консервативное. В медицине почему? Потому что рожали всегда одинаковые. И рожать будут одинаковые. Процесс родов никуда не делся. Но за 30 лет процессы ушли далеко. И акушер-гинеколог, который раньше имел только стетоскоп, даже, скажем так, послевоенные годы, имел в основном тазомер, сантиметр и стетоскоп. Ну и еще скальпель для кесаревого сечения, который тоже не очень часто применялся. То в настоящее время очень расширились возможности для диагностики. За 30 лет внедрилась и практически заняла ключевое место в диагностике ультразвуковая диагностика. Мы знаем, что у нас есть скрининговое обследование для исключения пороков развития, для уточнения разных состояний плода. У нас внедрилась и развилась инвазивная диагностика, когда через небольшой прокол в брюшной полости мы забираем клетки плодного яйца, то есть непосредственно эмбриончика, или плацента, или хориона, для того, чтобы диагностировать наличие или отсутствие хромосомных аномалий у ребенка. Внедрилась, даже вот сейчас уже МРТ внедряется для диагностики некоторых осложнений со стороны беременности. Хорошо и прочно вошел метод исследования, который называется кардиотокография, который мы применяем для исключения гипоксии у ребенка. И совершенствуется все время эта диагностика. Сама аппаратура совершенствуется. Сейчас переходят, пока у нас еще нет, но вот уже переходят на беспроводные всякие датчики всевозможные, когда женщина может в родах ходить, то есть не... Если вот раньше приходит женщина и говорит, вот меня путали датчиком, уложили, не шевельнись, и все, и все роды, это ужас, ужас, ужас. Сейчас все направлено на то, чтобы не ограничивать свободу женщины, а изменить немножко отношение к этой диагностике. Но ее много. Диагностика вошла в прочно. То есть если я говорю, раньше мы были вооружены только тазомером и стетоскопом, сейчас у нас очень много методов обследования. Развиваются интернет-технологии, развиваются компьютерные технологии. И мы сейчас прочно, в наш быт вошло понятие телемедицины, когда, допустим, женщина находится, пациентка на одном конце, а консультировать можно даже в самых ведущих федеральных центрах. Вот. По запросу даже у нас есть, вот сейчас проводится, допустим, телеконсильный ум с УЗИ-визуализацией, когда ультразвуковист смотрит у нас, а консультирует профессор на другом конце страны. Вот. Вот. И такие способы есть. Вот. Вошло понятие, целый пласт вошел, понятие перинатальная медицина, когда все направлено на... То есть каждая беременность считается ценностью, вот, и каждый ребеночек считается ценностью, независимо от его вес ростовых показателей. Вот. Когда все направлено на сохранение здоровья ребенка. Плод сам стал объектом, собственно говоря, медицины. То есть есть понятие фитальной хирургии, у нас, правда, конечно, нет. Мы отбор в основном производим для направления в федеральные центры. Вот. Плод стал объектом самым... Пристального такого, да, контроля. Пристального такого хирурга, да, который делается внутриутробно. Поэтому очень много, конечно, изменилось. Вот. Несмотря на консервативизм, вот. Был упор в сторону оперативного рода разрешения, назад возвращение к старому. Все снова это хорошо забытое старое. Наталья Геннадьевна, скажи, пожалуйста, вот сама беременность, да, вот она 39 недель, да? 40 недель. Да, ну 39-40 недель, да? Вот как часто все-таки сдвигается вот этот вот сам период? Ну, как меня учили мои учителя, команду народ дает ребенок. Вот. И не надо вмешиваться туда, куда тебя не просят. То есть если есть показания, то есть это, собственно, две вещи. Или у нас есть показания, то есть, допустим, какие-то тяжелые осложнения стороны беременности, когда нельзя пролонгировать беременность, это угрожает жизни мамы. Или, допустим, это угрожает жизни ребенка. Вот. Тогда нужно определиться со сроками. Насколько ребенок зрел, насколько доношен, насколько мы его можем выхаживать, можно ли отсрочить родоразрешение для того, чтобы мы его подготовили потом, наши коллеги, неонатологи смогли нам ребенка выходить. Или, например, речь идет о том, что вот беременность доношенная, то есть надо просто здоровая женщина, здоровый ребенок, пожалуйста, ходить. До 41 недели мы не вмешиваемся. 41 неделю мы смотрим состояние родовых путей, состояние зрелости родовых путей и назначаем тогда уже прииндукционную, так называется, подготовку, и тогда уже оцениваем. Но активно сейчас мы не вмешиваемся, без показаний нет. Наталья Геннадьевна, ну и сколько в среднем так, я понимаю, что это все индивидуально, все личностно, да, опять же, но все-таки в среднем сколько продолжительность нахождения у вас в пренатальном центре именно в маме? Ну, если вот по последнему полугодовому отчету, то у нас средний койко-день после родов 4,5 койко-дня. То есть это, в принципе, неплохо, это укладывается в требовании нашего протокола. Вот, а так, ну, от 3 до 7 дней, 7 это бывает достаточно тяжелый случай, кровотечения же бывают, в общем, как-то вот так. Вот, редко, ну, в среднем 4,5. И где-то вот, ну, само лечение в отделении, допустим, до родового, там зависит от состояния, только в 7. Ну, потом уже об этом сейчас сказали, преемственность, да, то есть потом уже женщина рожает, и все данные передаются, да, дальше уже по месту жительства. Да, у нас, в принципе, полный цикл лечения вот таких вот пациенток. То есть у нас есть отделение патологии новорожденных, где мама, ребенок, допустим, переводится так быстро, как это необходимо, или реанимация, или патология новорожденных, и может получать лечебную помощь. Мама при этом может к нему ходить, не проливая слез, что его куда-то увезли в другое, там, лечебное учреждение куда-то там. Она может его кормить, она может с ним разговаривать. Это очень важно. Это очень важно в плане раннего развития. И мама может с ним потом лежать в дальнейшем. И, не ставя в известность свою родню, она может быть выписана из нашего перинатального центра. То есть та же выписная, та же красивое помещение. То есть радость от выписки из родильного учреждения у него не потеряется при этом. Но самое главное, что ребенок не нуждается в транспортировке. Потому что, сами понимаете, дорога – это всегда не то, что нужно новорожденному. В любом случае, есть такое понятие, как восстановительный период после родов. Давайте вот об этом поговорим. Насколько он важен, этот восстановительный период? Какие могут проявиться симптомы, например, которые могут однозначно осторожить женщину и незамедлительно обратиться к врачу? Ну, послеродовый период, если мы говорим о нормальных родах, о здоровой женщине, в принципе, он как бы не сильно-то она нуждается в таком уж каком-то глобальном особенном восстановлении. Ну да, все органы возвращаются к прежней своей жизни, сокращается матка. Молочные железы лактируют, мама становится кормящей. Если мы говорим о здоровом, то каких-то особо выраженных таких моментов не должно быть. Но мы должны помнить, что молочные железы являются входными воротами для инфекции матка тоже. С иммунитета ослаблен, часто гемоглобин бывает снижен. То есть тут немножко, там немножко. Поэтому к своему здоровью надо относиться внимательно. Собственно говоря, выписываем где-то мы обычно на 3-5 сутки. Значит, и даем обычные рекомендации. Зачем следить? Во-первых, женщину мы всегда передаем на участок, где к ней приходит патронажная акушерка. И проверяет, и приглашает активно в течение первой недели. Также патронажная медсестра наблюдает и новорожденного. Что должно насторожить? Во-первых, если говорить о восстановительном периоде для здоровых послеродовых женщин, надо помнить, что мама в декретном отпуске. Это, конечно, мама в отпуске, но не в таком отпуске, который мы привыкли понимать. Что члены семьи, мужья должны помогать ей в организации режима сна и отдыха. Почему? Потому что мама, несмотря на то, что находится дома, она нуждается в отдыхе. Об этом надо помнить. Роды все-таки, это, конечно, естественный процесс для женщин, но все-таки силы и здоровье отнимают достаточно много. Также необходимо помнить, и сейчас это очень важно, учитывая, что это пандемия, то вирусные какие-то заболевания, то сезонные гриппы, что не надо приходить домой. Там здесь маленький ребенок, здесь родильница, с явлениями гриппа, РВИ, каких-то там простудных заболеваний. Кроме проблем, ничего это не принесет в семью. Сама по себе женщина должна, мы когда выписываем, всегда, конечно, консультируем, должна помнить. Те случаи, когда она немедленно должна обратиться в медицинскую помощь. А именно, это высокая температура, беспричинно высокая. Иногда может даже ничего не беспокоить, кроме собственности социально высокой температуры. Проблемы с грудью, опухлая грудь красная, малиновая, сцедиться не может. Какие-то выделения гноевидные с груди. Боли внизу с живота. Если кровотечение, это скорую немедленно. То есть кровотечение, когда не то, что там какие-то выделения, а по ногам. То есть сразу 103 надо вызывать, это прямо однозначно. Да, с кровотечением бывает и позднее, это бывает нечасто, но бывает. Допустим, если это какие-то были операции, или, допустим, кесарево сечение, или, допустим, какие-то разрезы, разрывы на промежности, если проблемы со швами, гноятся, опухли. Ну и по большому счету мы всегда оставляем на наших эпикризах телефоны, по которым можно обратиться. Также у нас клиника диагностика отделения проводит консультации послеродовых наших женщин, которые удовольствуют в центре, для определения дальнейшей тактики. То есть беременность у нас высокого риска все-таки. Сергей Геннадь, а вот само кесарево сечение, он же тоже может, разрез может по-разному располагаться, это тоже как-то индивидуально подходит, или как это решается? Вообще сейчас, раньше, как говорили, брюшная перезь, это как прямая линия, до одной хирургу богом, да? Но я говорю по-другому, и у нас, в принципе, сейчас установки такие, что у женщин должно быть все красиво. У тебя поэтому спасибо. И шов, и внутрикон, в общем, 90-90% это разрез по панштилю, он лобковый, вот, внутрикожная нитка, рассасывающая нить, которую вынимать не нужно, рассасывая на 90 дней. В принципе, 90% есть моменты, когда они не показаны, это если, допустим, уже был разрез, и он разрез вертикальный, если, допустим, были какие-то, ну, не знаю, гнойные осложнения, или, допустим, надо войти в брюшной полос настолько быстро, когда кровоточение массивное, или, допустим, гипоксию у ребенка выражены. Вот, но тут, в общем, дискутабельный вопрос. Есть, где-то, примерно, несколько процентов, когда более показано. Также есть моменты, когда не показано наложение трикожного косметического шва. Это инфекции какие-то во время родов, ну, кровоточивость повышенная, другие нюансы. Таргина, ну, и по традиции, какие пожелания и нашим женщинам, да, и которые собираются рожать у вас, и у которых предстоит это все впереди, и, может быть, какие пожелания мужчинам, которые переживают за них? Я желаю всем женщинам, и всем семьям, тех, которые в настоящее время находятся в ожидании малыша, чтобы у них все прошло в штатном режиме, без каких-то потрясений, чтобы вы в положенный срок получили здорового мальчика или здоровую девочку. Тем, у кого АИС никак не приземлится на вашу крышу, я желаю, чтобы в этом или в прошлом году вы получили долгожданную ляльку. Спасибо большое, Наталья Геннадь. Спасибо. Ну, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова